В Одессе открывают центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавируса и защиты от пандемии COVID-19, а также медицинскую клинику при Международном гуманитарном университете. С такой инициативой выступил почетный гражданин Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Все, кто обратится в клинику, будут проходить экспресс-тест на коронавирус. Выявление инфекции позволит локализовать очаги заражения и минимизировать последствия пандемии. О том, как будут работать центр и медицинская клиника, сегодня обсудили депутаты и лидер Украинской морской партии. Также на заседании фракции приняли решение инициировать отмену оплаты коммунальных услуг для незащищенных слоев населения на период общенационального карантина. Подробнее в материале наших корреспондентов. Международный гуманитарный университет и Одесская юридическая академия приняли беспрецедентные меры по борьбе против распространения коронавируса в нашем регионе. Об этом на заседании фракции Украинской морской партии сообщил лидер политической силы президент вузов Сергей Кивалов. При университетах создали центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также медицинскую клинику. В настоящее время учебные аудитории медицинского института МГУ переоборудуют. Здесь разместится лаборатория, где будут проводить экспресс-тесты на COVID-19, медицинские кабинеты, где высококвалифицированные врачи смогут провести полное обследование. Также разместятся здесь палаты интенсивной терапии и изолятор. Медицинские работники будут измерять температуру электронными бесконтактными термометрами и осуществлять забор анализов. Подписали договор между Национальным университетом Одесской юридической академии и Международным гуманитарным университетом. И мы объединили все усилия. Усилия связаны с тем, что мы медицинский пункт, который есть в любом высшем учебном заведении, в том числе и в Национальном университете юридической академии, он будет трансформирован в медицинский центр. В медицинской клинике будут палаты интенсивной терапии. Самое важное, что у нас есть для этого все возможности. То есть для того, чтобы больные, которые будут поступать сюда, и они должны быть отдельны, тут есть два входа. Один вход для больных, тяжело больных. В случае, если будет выявлена положительная реакция на тесты, пациенты будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляции до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционный стационар. Прием пациентов в клинике будут осуществлять специалисты, преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, привлечены волонтеры и студентов-медиков. Сегодня Сергей Васильевич Кивало, президент нашего ВОЗа, сделал обход и определил, и дал генеральную задачу для развертывания здесь палаты интенсивного лечения. И очень важно сегодня создать именно такие условия, которые обеспечат и безопасность пациентов, и обеспечат безопасность персонала. Для этого нужно придерживаться рекомендованных Всемирной организации здравоохранения правил, три зоны, два входа, что мы сегодня здесь реализуем в рамках реализации палаты интенсивного лечения, в рамках кафедры интенсивной терапии и реанимации нашего медицинского университета. В любое время одесситы смогут обратиться на горячую линию колл-центра и получить консультацию врачам в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись на конкретное время для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике. Персонал медицинской клиники готов к вызовам времени. Все условия для того, чтобы начать полноценную работу в учреждении есть. А именно, Международным гуманитарным университетом и Одесской юрокадемией закуплено 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юрокадемии своими силами изготавливает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Сегодня это необходимость, это время диктует эту необходимость. Это определенный, небольшой, а может быть, в силу того, что заинтересованы будут наши пациенты, и большой вклад в городе в выявление пациентов, и раннее выявление пациентов с такой патологией, и своевременное лечение таких пациентов. Все необходимое у нас есть, решается вопрос только структурирования помещений, потому что, естественно, эти пациенты должны быть грамотно разобщены, и на входе мы не знаем, это позитивный или негативный пациент по поводу этой вирусной инфекции, и поэтому, как только будет четко распределение всех помещений, тестирование начнется пациентам. На базе нашего учреждения создали анкету, в которой мы отразили все основные вопросы, которые задаются больному на этапе сбора анамнеза. Мы будем собирать тщательно анамнез. Если какие-то сигнальные симптомы будут поступать, о том, что с здоровьем что-то не так, то мы, конечно же, это все будем учитывать, будем тестировать на коронавирусную инфекцию. Сейчас в помещениях мединститута работают сантехники и строители. Неутешительная эпидемическая обстановка в стране и в мире диктует свои условия. Помимо создания клиники, Сергей Кивалов инициировал «Открытие центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19» функционировать он будет на базе Одесской юридической академии. И мы сегодня, коллектив медицинского института Международного гуманитарного университета, берет на себя вот такую ношу для того, чтобы оказать реальную помощь гражданам нашего города, нашей области. Потому что если не мы, то кто? Если мы не объединим все усилия, я подчеркиваю, усилия всех медиков нашего города и нашей области, у нас будет большая беда. Поэтому вот мы принимаем такие решения. Мы закупили экспресс-тесты, мы закупили аппарат искусственной вентиляции легких, мы закупили кислородные баллоны. Все то, что необходимо для палат интенсивной терапии, у нас уже закуплено. Еще один важный вопрос, который был поднят на заседание Украинской морской партии – помощь социально незащищенным категориям населения в период карантина. По мнению депутатов фракции Горсовета, коллеги из других партий должны поддержать решение об отмене платы за коммунальные услуги. Категории горожан, которые будут освобождены от уплаты СДПТ, депутаты предлагают отнести пенсионеров и работающих граждан, заработная плата которых составляет менее 5000 гривен. Сегодня на фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова мы обсуждали один из вопросов, проект решения, который мы, фракция, будем подавать от себя. И мы предлагаем все фракции Одесского городского совета не делать из этого политику. Кто первый, кто второй, я предлагаю всем присоединяться к нашей инициативе, для того, чтобы мы отработали консолидированный проект решения, в котором будет отработана категория граждан, которые наиболее нуждаются для того, чтобы город освободил их от уплаты коммунальных услуг. Так называемого СДПТ, того налога, который идет именно в городской бюджет на расчетные счета ЖКС и в любоуправляющих компаниях. Кроме того, на сессии Одесского городского совета депутаты Украинской морской партии заявили о том, что направили средства из личных депутатских фондов в Департамент здравоохранения на борьбу с вирусом COVID-19 и обратились с этой инициативой представителям всех политических сил в Горсовете. Борьба с пандемией и ее последствиями продолжается. Эффект принесут лишь грамотные шаги, а не хаотичные попытки органов государственной власти и органов местного самоуправления по недопущению распространения коронавируса. Юракадемия и Международный гуманитарный университет сегодня вносят реальный вклад в борьбу с пандемией. Сергей Кивалов призывает всех объединить усилия вузов, городской власти, депутатов, представителей бизнеса. Только в таком случае можно остановить распространение вируса и минимизировать его последствия. Виталий Хеми, Юлия Польнова, телеканал Репортер.